Любители ледовых видов спорта уже на протяжении 11 лет ждут, когда на Сибирском 52 достроят арену. Это один из самых известных долгостроев в регионе. На данный момент провели экспертизу, которая позволила понять, сколько средств требуется для строительства. А это порядка миллиарда рублей. Скоро будет объявлена конкурсная процедура для определения подрядчика. Но несмотря на наличие долгостроев, новые спортивные объекты в регионе скоро появятся. На улице Взлетная, к примеру, к лету возведут центр единоборства. Общая стоимость работы оценивается в 100 миллионов рублей. По подобной схеме строится и здание для игровых видов спорта на Сиреневой. Правда, сумма строительства на 50 миллионов больше. Так называемая связь «бизнес плюс спорт» с каждым днем набирает обороты. Сейчас, по словам Перфилева, это одна команда, цель которой – развитие спорта в регионе. Бизнес, соответственно, предоставляет бесплатное время и берет на себя содержание объекта. Это и коммунальные расходы, это и фонд оплаты труда. Поэтому теперь чаще всего владельцами новых спортивных объектов становятся бизнесмены. К примеру, Александр Локтев будет руководить залом единоборств. Сейчас прорабатывается вопрос о наполнении штата. У нас уже есть клуб, у нас есть тренеры, у нас есть подрастающее тренерское поколение. Поэтому мы лучших ребят оттуда приведем сюда, и они здесь будут налаживать работу. Если зал единоборств планируют открыть летом, то физкультурный комплекс на Юрино максимум в октябре. Здесь будут базироваться игровые виды спорта – футбол, волейбол и баскетбол. Совсем скоро будет решаться вопрос, какие спортшколы могут здесь тренироваться. А пока стройка идет полным ходом, рабочие приступили к монтажу сэндвич-панелей. Планируют полностью закрыть здание через два месяца. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.